Сегодня у нас 19 сентября. Я не уверен, что были какие-то серьезные изменения, но тем не менее они есть. Они каждый день есть, но пока что незначительные. Смотрите, что происходит возле Луганска у нас. Возле Луганска ситуация не изменилась по линиям фронта. Граница удерживается линия фронта между станицей Луганской и Макарова. Точно так же, как и на севере от Луганска, между населенным пунктом Счастье, где недавно был определенный такой теракт своеобразный на теплоэлектроцентрале, и Веселая гора. Территорию с теплоэлектростанцией контролируют хунтовские подразделения. Даже поступали заявления о том, что они там что-то заминировали. Тем не менее, восстановлена кое-как подача света и электроэнергии. Остатки вооруженных сил Украины, расположенные между Белой и Лутугиной, находятся в таком законсервированном состоянии. И ждут либо действий со стороны наших ополченцев, либо действий с помощью прорыва из котла с Дебальцево. Там большая группировка. Если она активизировается, силы ополченцев отойдут к ее остановке. И тогда, возможно, у них появится возможность куда-то как-то выйти. Но на данный момент у них этой возможности нет. В Луганске есть резервы, туда они не пойдут. Аэропорт уже разрушен полностью, там им нечего делать. А в Лутугино и в населенном пункте Белое есть наши гарнизоны. К тому же, они находятся действительно под прицелом. Их передвижение опасно им для здоровья. Немного лучше ситуация у Красного Луча, над Красным Лучом. Эта группировка ждет активных действий от своей хунтовской группировки, находящихся немного западнее от них, возле населенного пункта Дебальцево. Несколько попыток было проделано уже с Дебальцево, но мы их обсудим немножко позже, когда вернемся на этот участок. Восточнее Народных Республик линии фронта нет, поскольку там находится граница с Российской Федерацией. Хунтовские каратели, а здесь действительно есть и такие и каратели, находящиеся возле населенного пункта Дьяково и Дебровка, постепенно, вот так или иначе, когда они вступают в противостояние, либо в стрелковые какие-то перестрелки, теряются на самом деле именно каратели. Потому что здесь преобладание, я бы сказал, вот нацистов в этой группировке оставшейся, ну несущественное. На самом деле там другого рода войска. И вот как раз те националисты, которые так или иначе в определенные моменты радикализируются, вот во время своего этого предмесячного сидрома, они выходят где-то как-то там проявить себя, попросить сала, покричать и так далее. Конечно, они ликвидируются, а остальные ребята в принципе остаются. То есть вот эта группировка сейчас планомерно избавляется от самых радикальных, самых зомбанутых, самых сведомых военных, которые находятся в их рядах. Благодаря которым они в принципе и не могут предпринять консолидированное решение, в принципе не ввести здесь никаких боевых действий. У них есть возможность выйти на территорию Российской Федерации, воспользоваться, допустим, попросить защиты или убежища, или может быть вступить в переговоры. Но вот эти сведомые каратели, которые находятся внутри, не дают им такую возможность. Как бы сами они ликвидируют своих командиров или кто им это, отсутствует такая возможность, они не собираются делать. Ну как бы все-таки их вместе военные. Но если они найдут свою участь в перестрелке, если они сами говорят, что мы должны сражаться, ну ведите, показывай дорогу. И вот эти первые самые сведомые, если они выходят на передовую, они там же и остаются. Вот так планомерно эта группировка, здесь такая политическая борьба идет, да, вот этого решения. Как только все сведомиты максимально будут уничтожены, оставшиеся подчинятся большинству. И большинство примет решение не вести здесь боевых действий, сохранить свой личный состав и выйти дальше. Группировка, которая находится возле населенного пункта Кутейниково. Мы сегодня видели обзор спецкорреспондента. Вот здесь находился вот этот журналист. Они выходили, действительно здесь есть несколько высот. Этот там Российский котел был дочищен, зачищен. Остались вот такая группировка, которая вышла возле Иловайска. Возможно, эта группировка как раз и не спасла вот тех, кто погиб под Иловайском. Они находились возле Моспина еще. Довольно-таки растяженную имели позицию. Передвигаются они вместе, сообща. Потому что растягиваться и контролировать какую-то большую территорию у них нет такой возможности. Ибо они становятся легкой мишенью для диверсионно-разведывательных групп. А наша армия Новороссии сейчас максимально эффективно использует именно диверсионно-разведывательные группы. Это самое жалючее и болючее для хунтовской армии. Самое-самое. И они это поняли. Одержаться вот большим скоком, это значит, либо ополченцы должны применять артиллерию, либо они должны в какой-нибудь населенный пункт заходить. Вот сейчас они находятся именно возле Кутейникова. Будем наблюдать за действиями их. И думаю, что они, в принципе, отсюда никуда не денутся. Ну, на самом деле, им здесь мало на что надеяться. Разве на какую-то такую феноменальную прорыв украинских войск с юга-запада по отношению к ним. Но это невозможно. Потому что однажды уже предпринималась такая попытка. Попытка принималась это в Староласпах. Вот. И вот смотрите, где эти вот. Вот есть населенные пункты. Вот линия фронта от Эльманова. Немного отброшена. Мы знаем, что возле Гранитного контролируется... А вот оно, Гранитное, да. Гранитное. Этот населенный пункт контролируется действительно ополченцами. Здесь же и проходит линия фронта. У нас эта информация подтверждена. На самом деле, когда хунтовские войска подходили вот прямо впритык, и вот Первомайская тоже. Это тоже контролируется полностью ополченцами. Хунтовские войска предприняли попытку, в принципе, разрезающим таким ударом сделать. Но не дошли. Не дошли даже не до Эльманова. Ну, не дошли. Не вышло у них. Тем не менее, были они отброшены обратно. И вот такая вот своеобразная есть нейтральная зона, где так или иначе происходят вот такие вот работы диверсионно-разведывательных групп. Южнее... Западнее... Нет, восточнее. Линия Мариуполя, линия фронта закрепилась между Широкино и Безыминно. Сейчас она проходит возле некого населенного пункта Саханка. Довольно на большое протяжение времени уже закреплена здесь вот своеобразная линия фронта. Серьезных боевых действий здесь не происходит. Однажды хунта предприняла попытку освободить от армии Новороссии населенный пункт Талаковка. Это восточнее Мариуполя. Зашла туда. Ну, есть у них колонна, есть техника. Вот очередные перемоги. Они себе отчитывают. Ну, не больше, не более чем. Дальше хунта отсюда не пойдет. Потому что рискует, что далеко будет она расположена уже от Мариуполя. А это им опасненько. Так они могут потеряться, отойти, если вдруг нарвутся на артиллерийские удары. Дальше они не пойдут. Я вижу, что действительно, дальше уже здесь хунта дальше не пойдет. Вот есть такая своеобразная река, они ее и будут ориентироваться. Потому что любой выход дальше, их просто обстреляют и не смогут они передвигаться. О какой-нибудь большой группировке наступления здесь не может быть идти речи. Потому что в Мариуполе ровно столько сил, чтобы оборонять его. Но никак не столько сил, чтобы наступать. И мы это знаем, и ополчение это знает. Вот поэтому здесь линия фронта закреплена на определенное время. Севернее Мариуполя трасса Н-20 контролируется до Волновахи. Чуть выше Волновахи уже есть некий населенный пункт Новотроицка. Сюда были хунтовские войска отброшены из Докучаевска. Докучаевск под контролем ополченцев. И прибрежные районы Докучаевска точно так же контролируются армией Новороссии. Под неким населенным пунктом Александриновка вчера еще стояли хунтовские группировки. Но они отошли. Покинули свои позиции. И вот теперь линия фронта контролируется чуть-чуть ниже населенного пункта Новотроицкая. Дальше трасса Н-20 проходящая на Донецк. Из Мариуполя контролируется уже силами ополчения. Как и в принципе полностью трасса с Донецка на Новозовск. Полностью контролируется силами народных республик. Марьинка контролируется хунтовской группировкой. В принципе. Ну здесь идет. Ну смотрите. У нас противоречивая информация поступает. Вот Марьинка допустим. Есть еще там и силы ополчения. В общем линия фронта проходит как раз возле этого населенного пункта. Говорить о каком-то серьезном контроле этого населенного пункта не приходится. Потому что это линия боя. Если бы в другом месте находилась бы эта территория. То и там не было бы такого населенного пункта. Сказали бы что это нейтральная зона. Либо зона боевых действий. Сейчас это выпало на долю Марьинки. Так или иначе она из рук в руки переходила уже очень много раз. Также поступали нам сведения. Что даже до Курахова работали наши диверсионные группы. Вплоть вот по трассе Н-15. Проходящей с западной части к Донецку. Работали наши диверсионные группы. По аэропорту. Основные силы армии Новороссии сейчас переброшены как раз к Донецку. Они отрабатывают и аэропорт. И я думаю уже завтра послезавтра. Это максимум 2 дня. Аэропорт будет очищен от хунтовских войск. Ну я в этом почему-то теперь не сомневаюсь. Как я раньше говорил вам про Докучаевск. Теперь я говорю что про аэропорт. Да за 2 дня ближайшее это максимум. Аэропорт будет очищен от карателей. Уйдут они там или останутся. Или погибнут. Или в плен будут взяты. Я не знаю. Но аэропорт будет очищен от карателей. Так или иначе. За буквально 2 дня. Потому что основные силы армии Новороссии сейчас перешли именно к Донецку. Сейчас они помогут разобраться немножко за восточнее Донецка. С неким таким котлом. Образованным под Янакиево. Янакиевским котлом. Возле Ждановки. Уже у нас перестрелки идут возле Розовки. Здесь проходит сейчас линия фронта. Каратели дальше здесь не выходят. Любые попытки предпринятые карателями растянуться. Либо вытек Дебальцева у них также не получаются. И передвижение у них становится довольно таки опасно и проблематично. Здесь работают и наши диверсионные группы. И артиллерия. И на всякий случай есть мобильные реактивные системы залпового огня. О чем мы опять же неоднократно видели в сводках. Что при большом передвижении хунтовских войск выдвигаются наши катюши. Если они передвигаются маленькими группами, по ним работает ДРГ. Сейчас здесь очень много наших сил. На самом деле очень много. И я так понимаю неспроста. Значит будет ликвидироваться вот этот Ждановский котел. Эти каратели, которые здесь находятся, довольно таки военизированы. Это военные совместно с карателями. Во-вторых, они ведут расстрел мирного населения. Они просто уничтожают инфраструктуру. Макеевки, Харциско беспорядочно стреляют по населенному пункту Зуевка. И в принципе ведут террор у местного населения. Их нужно ликвидировать. Как минимум это целесообразно, чтобы мирное население вздохнуло. Это раз. И задачи у ополченцев именно такие, которые здесь. Шахтерско, Харциско. И второй момент. Здесь проходит трасса, соединяющая Горловку. Этот же район, если его зачистить от этих фашистов, которые там находятся. То в принципе эта трасса будет еще одним таким вот, знаете, доступом к населенному пункту Горловка. Реально ее разгрузят немного. Потому что Горловка сейчас имеет выход через Пантелемоновку в Донецк. А вот здесь она не имеет. Это раньше снабжалась она здесь. И гуманитарная катастрофа, развитая в Горловке, очень серьезная. Я думаю, что силы армии Новороссии специально сюда переброшены, дабы накрыть, сварить вот этих всех укров здесь. И мне кажется, уже было предпринято, ну я не могу такое озвучивать решение. Но мне все-таки кажется, что было предпринято решение здесь в плен уже не брать никого. Вот как-то так. Понимаете меня правильно. Что с Дебальцевским котлом? Как только вот этот котел будет уничтожен, Дебальцево потеряет смысл в принципе как-то дальше продвигаться на юг. Для помощи своих вот этих хунтят. Потому что они предпринимают такие попытки, растягиваются. Но Дебальцево имеет возможность. Далеко отойти они не могут. Понимаете? От Дебальцево. Потому что они потеряют трассу, если контроль над трассой М3, у них в принципе снабжение и так уже нарушено. И оно с большими угрозами. Серьезные колонны туда не пойдут. Они же будут ликвидированы. Хунтовская группировка это знает. Мобилизованные, необученные парни, которые сейчас пытаются отстаивать, отстаивать интересы вот этих всяких батраков, обманов и поросенков, посмотрят сегодня-завтра по телевизору, что Америка ложила на них большой-большой. И все. И у них еще больше мораль падает. Потому что у них же там, как сообщил нам Гелетей, находятся планшеты, там какие-то телефоны. Они получают информацию. Да и здесь они может быть что-то смотрят, слушают. Не будет США помогать. И не будет как бы США вот это вот брать НАТО. Не придут эти НАТОвские там вертолетики или солдаты, которых они там насмотрелись, там всякие вот эти вот там бравые вояки. Не будет их. И вот у них моральный дух с каждым днем все больше и больше падает. Тем более у них срок подходит к концу. Они там мобилизованы. Но и самое главное, отбегать от норок они далеко тоже не собираются. А если им получится еще информация. А я им сообщу эту информацию в ближайшее время. Что котел под Ждановкой будет зачищен. Все, ребятам будет пора домой. И думаю, что чемоданные их варианты рассматриваются, уже рассматриваются. Их любые выдвижения вот в сторону Чернухина, там вот в сторону Фащевки были отброшены. Даже когда они выходили сюда. А мы это знаем, что они выходили. Это даже не разведки боем были. Это серьезные попытки по прорыву были. Знаете, по воссоединению с какими-то остатками. Может быть вот эти наныли. Вот этим вот остатки под красным лучом наныли. К дебальцевской группировке. Но эти ж типа якобы мощные. А ничего не мощные. Они вообще не мощные нигде. Это обычные сокопехотные войска. Это мобилизованные парни. Плюс каратели. Которые воевать не то, что... Одни не умеют воевать, другие не хотят воевать. Какая это армия? Здесь вообще не армия. То, что им техники надавали куча. Ну что ж. Ну да. Это есть. Много техники. Военторг откроют. Но не с целью воевать. Немножко не то здесь происходит. То, что бы ожидают вот эти вот остатки. Вот эти. Вот как-то так. Группировка мозговов будет обязательно участвовать по блокированию дебальцевой. В принципе его зачищение. Потому что она нуждается в определенном... В определенном снабжении. Что имеем мы на севере. Вот этой группировки призрак. Первомайск никогда они не брали и не возьмут. Ну на самом деле не возьмут. В Кировске происходит то же самое. Хунтята здесь пытаются как-то докладывать о некоторых победах. Линия фронта проходит. Видите, вот Капитаново уже... Вот здесь вот был некий населенный пункт. Который контролировался возле. Вот линия фронта проходила возле Капитаново. Но тем не менее, хунтята еще себе какой-то кусочек отгрызли. И теперь держат там оперативный свой контроль. Возможно они предпримут и дальше попытки. Все дальше нажимать, давить. Но они здесь просто не встречают еще сопротивления. На самом деле. Не потому что наши ответы не открывают. Или пользуются перемирием или названием. Если кому-то не нравится слово перемирие. Ну не употребляйте его и все. Перемирия нет. Его не было. И его естественно не будет. И как только сюда подойдет армия Новороссии. Хунтята будут здесь ликвидированы. А самые их враждебные группировки фашистские будут действительно уничтожены. В физическом этом смысле. Но сейчас мы знаем, что основные группировки наших сил находятся на задании возле аэропорта и возле Ждановского котла. И вот там вот хунтовским войскам можно не позавидовать. Подведем итоги. Я в принципе могу озвучить то, что вот никогда бы не озвучил на данный момент. Вот не знаю там господин Захарченко. Ну хотя что его господином называть? Обычный. Вот Саша Захарченко. Он бы это не озвучил. Потому что ну не должность или я не знаю не положение. Вот как-то нельзя ему такие слова говорить. Ребята, какое бы перемирие якобы не было заключено на самом деле. Наша цель остается неизменной. Мы все равно будем ликвидировать группировки всех этих карателей, которые пришли. И ликвидировать сейчас здесь их на нашей территории немного, я бы сказал так, удобнее. Донбасс принял на себя очень тяжелую ношу. Здесь есть поддержка местного населения. Здесь изучены территории. Здесь довольно таки недалеко до границы с Российской Федерацией, чтобы решать те или иные гуманитарные задачи с лекарствами, с пропитанием и так далее. И с бензином, с ГСМ. Вот здесь и будут ликвидироваться все эти хунтовские войска. Если вы думаете, что идет какое-то перемирие, ничего оно не идет. Вот зашла сюда группа карателей, они накрываются. Где-нибудь там получили похоронки в городе Ивано-Франковске. И они смотрят, как это так. Вот представляется им информация? Сегодня, 19 сентября, был уничтожен тот-то, тот-то. Погиб, пал в бою. Сразу вопрос к президенту. Ну, к президенту, может быть, это не доходит, к поросенку этому. Вопрос к комиссару. Как это так? У нас же перемирие. Это что там? О полченси нарушают перемирие? Они начинают там бунт поднимать. Потому что много, на самом деле, гибнут людей. Когда вот эта вот доля, вот эта чашка, сейчас она наполняется. Много очень. Ты что, уже докладываешь, что все без потерь? Как и Лысаки. Идет перемирие, а ополченцы его нарушают. Ну, нарушают, не нарушают. Они не могут сказать, что там потеря на 100 человек. Как только первая фраза позручит от Гераченко, от Лысаки, что ополченцы там уничтожили 100 карателей, все, капец. Они сразу будут законно требовать, разорвать эти перемирия, все эти соглашения и так далее. Сразу же будут законно. То есть, мы этого не будем делать. Мы будем ликвидировать. Не перемирие, мы будем ликвидировать каратели, которые приходят. Оборонную, это с первой точки зрения, со второй позиции. Оборонную позицию держать гораздо удобнее и выгоднее. Здесь у нас серьезная поддержка местного населения. И как бы там никому не хотелось или думали, что отменить перемирие? Нет. Никто отменять это перемирие не будет. Это уже всем, я думаю, должно быть понятно. А тем, кому не понятно, вот я могу сказать, что его и не было. Вы не услышите это от мозгового или от Безлера. Ну, на самом деле не услышите. Потому что это будет заявление по срыву перемирия. А я могу себе позволить это сказать. Нету перемирия. И ополченцы действительно будут ликвидировать абсолютно каждого карателя, каждого фашиста, который будет так или иначе приступать к границе. Завоевывать высоты, потихонечку оттеснять, ликвидировать их бронетехнику, вытеснять их с аэропорта. Сейчас зажмутся Ждановкой. Вот здесь просто тихенько, по-тихому зачистят. И вы представляете, приходит 2000 похоронок. Вот тем мамам, женам на Западной Украине или в Киеве, или откуда они там. Приходят 2000 похоронок. Когда эта чашка переполнится, сейчас идет накапливание вот той ненависти, вот того вот всего, которая копится там, на самом деле. Они будут заставлять самого президента. На него будет серьезнейшее давление, чтобы он отменил это перемирие. А ему тут месяц до выборов остался. Он хочет пропихнуть свою партию. Он будет максимально сглаживать. Каждый день Лысаки будет говорить, что нету никаких потерь. И вот это мы протюем без потерь, как говорит Герасченко, или кто там еще, там эти всякие фашисты, возглавляющие эту американскую террористическую операцию. Вот эта чашка когда-то переполнится. И вот этот кал, который кушают сейчас, вот едыные сведомиты, они перестанут его кушать. И скажут, хорошо, идет перемирие, нет потерь, замечательно. Только у меня нет связи целый месяц со своим там мужем, или сыном, или кем-то еще, или отцом. Дайте нам возможность с ними связаться. Как это так? Какое это такое перемирие? А их уже нет. Их на самом деле нет. И никто даже не узнает, где они. Большинство украинских военных здесь ликвидированы. И их родственники даже не знают, где. То ли в Южном котле, то ли в каком-нибудь Амбросевском, то ли сколько уже было этих котлов, Лутугинский там. Они не знают. Очень много людей сейчас, чтобы вы понимали, в Киеве, в Центральной Украине, в Чернигове, я не знаю, где еще там, в Тернопиле, думают, что их ребята воюют до сих пор, где-то здесь. Многие из них вообще уверены, что они просто тренируются. Где-то там возле Славянска или Чернигово, ой, этого самого, Чугуева в Харьковской области или Изюма. Многие из них так думают. А на самом деле они погибли. И давно уже закопаны вот где-то здесь в земле. Этого не знают их родственники. И вот эта чаша рано или поздно переполнится. И тогда этот ящик Пандоры будет скрыт таким грохотом, что там полетит и Поросенка, и Перепоросенка, и Турчиновый, и Яйценюхи. Обязательно Юля появится. Это будет серьезнейший взрыв. А мы будем воевать, ребята. Воевать в условиях якобы называемого перемирия. Так или иначе, во время перемирия, пока оно идет, ну приходите, вот как сегодня Чуркин сказал, расследуйте ситуацию. Идет же перемирие. Расследуйте. Никто этим перемирием не прикрывается. И это понятно. Не на фоне даже Украины, даже на геополитическом уровне, ребят. Потому что, вот, они предприняли санкции, хотя было перемирие. Они не расследуют катастрофу, хотя якобы же перемирие. Никому оно не нужно. Нигде. Но нарушать его, это своеобразный проигрыш в игре. Своеобразный такой. Идет борьба. Борьба за Донбасс идет не только на территории Донбасса. Борьба за Донбасс идет сейчас везде. И каждый участник русского мира, который желает его сохранить. Абсолютно каждый. Начиная от рядовой бабушки, которая готовит пирожки и снабжает местным. Вот здесь вот вам в Росевке. Просто ополченцам эти пирожки, если у нее есть возможность, дает им. И заканчивая там Лавровым и Путиным. Которые на фоне геополитики схлестнули с этими фашистами. И просто террористами. Которые распространяют свою чушь. Вон они, вон сидят. Смотрите, сколько террористов. Это же капец. Это же кошмар. И как это все чистить? И вот точно так же и в Донбассе. Такая же ситуация. Так что, ребята, мы в любом случае. Мы единожды. Вот сейчас мы на самом деле поддержки как таковой серьезной не имеем. Как и Донбасс, как и в принципе Россия на общем фоне. Но вы вспомните все наши войны. Когда включались эти всякие вторые фронты или левые фронты. Когда мы шли в наступление. Когда мы атаковали. Когда нашу силу чувствовали. Мы проявим свою силу на самом деле. Но силу мы можем гораздо легче проявить. Если так или иначе вот эти каратели, которые сюда будут поступать. Планомерно будут нами ликвидироваться. На нашей территории, к сожалению. Но они планомерно будут ликвидироваться. Сотнями, пачками, тысячами. Это не важно. Но они будут зачищаться. И тогда эта армия будет вообще не армия. И у хунты тогда не останется вообще никого, ничего. Ни вооружения, ни личного состава, ничего. Вы представляете сейчас заявление от поросенка. Там о четвертой мобилизации. Или от чего-то еще там. От какого дела? Какая четвертая мобилизация? Зачем? У нас же перемирие. Ты либо вводи военное положение. Либо уже говори, что у нас нету перемирия. Какая четвертая мобилизация? Вот так вот.